Всем привет, с вами Таня. Мужчина средних лет поднимался по лестнице высокой башни. За спиной у него приделаны два крыла наподобие птичьих. Их мужчина сконструировал самостоятельно. Это будет его первая и последняя попытка преодолеть земное притяжение и взмыть воздух. Эта история не про легендарных Икары и Дедала. И кончилась она не так трагично. Дело было в небольшом баварском городке Аусбург во второй половине 17 века. Мужчину звали Соломон Идлер, и он был сапожником, а еще писал стихи, играл в пьесы и поэтому, видимо, обладал очень творческой и мечтательной натурой. Он хотел летать и в своей мастерской собрал себе крылья. Идлер собирался опробовать свое изобретение, спрыгнув с 70-метровой башни. Но, как утверждает легенда, местный священник уговорил авантюриста стартовать откуда-нибудь пониже. Это и спасло Соломону жизнь. Прыгнув, он потерял контроль над крыльями и врезался в мост. Опять же, по легенде, мост разрушился, а жертвами в этой первой в мире авиакатастрофы стали четыре курицы. Горожане с тех пор прозвали Идлера «летающим сапожником», а сам Литон с досады сжег крылья и больше ничем таким не занимался. Все мы в детстве слышали, что если летаешь во сне, это означает, что ты растешь. В популярной психологии сны о полетах часто интерпретируются как проявление стремления к свободе или показатель нашего чувства контроля. С точки зрения науки, такие сны – результат постоянной обработки мозгом огромного количества информации. Человек с самых древних времен летал во сне и мечтал полетать наяву. И логически это невозможно, и люди довольно быстро смекнули, что им понадобится помощь какого-нибудь механизма. Сегодня я расскажу, как человек покорял воздушное пространство, историю воздухоплавания и авиации. Вы узнаете, зачем крестьяне напали на воздушный шар, почему Гинденбург не был самой большой дирижаблевой катастрофой, и зачем на воздушный шар посадили овцу, утку и петуха. Кто был первым пилотом в истории, и кто же все-таки придумал самолет? Для начала давайте разберемся, чем воздухоплавание отличается от авиации. Казалось бы, и то, и другое – это перемещение по воздуху. Отличие в том, что авиация использует летательные аппараты тяжелее воздуха с помощью двигателей или планирования. А вот воздухоплавание – это полеты на агрегатах легче воздуха, заполненных газами. А это популярные наши дни развлечения. Люди собираются толпой и выпускают в небо сотни бумажных китайских фонариков. А это сам фонарик. Принцип его работы называют аэростетическим. И он максимально простой. Под бумажный купол ставят лампу, которая греет воздух внутри. Курс школьной физики подсказывает нам, что горячий воздух легче, чем холодный. Внутри купола его молекулы стремятся вверх и толкают фонарик в небо. Такие эксперименты с нагретым воздухом проводили в Древнем Китае примерно за 3000 лет до нашей эры. Однако традиционные изобретения фонариков приписывают китайскому мудрецу и военному стратегу – кунгмину во II веке нашей эры. Но это все еще не ответ на вопрос, как поднять воздух человека или полезный груз. Ответ пришел к человечеству лишь в XVIII веке, после столетий опытов, наблюдений, ошибок, наподобие тех, что совершил летающий сапожник. 26 августа 1740 года во французском городе Анане в семье потомственного владельца бумажных фабрик Пьера Мангальфье родился 12-й ребенок – сын Жозеф Мишель. Мальчик рос непоседой чудаком-мечтателем. Бумажный бизнес отца мало интересовал его, а вот физика и химия очень даже. Вскоре в семье родился и подрос более практичный и деловитый Жак Этьен, его брат. Уже 15-й по счету ребенок в семье. Методичный и рассудительный Этьен прекрасно дополнял, уравновешивал эксцентричного старшего брата. Жозеф вместо того, чтобы вести спокойную и размеренную жизнь французского дворянина, в свои 34 года мастерил парашюты и прыгал в них с крыши отцовского дома. Как-то раз вечером Жозеф Мангальфье отдыхал у камина и думал о большой военной проблеме того времени – осаде крепости Гибралтар. Эту крепость считали неприступной как с моря, так и с суши. Жозеф смотрел в огонь, из которого вылетали искорки и устремлялись вверх по дымоходу. Он задумался, вот бы была возможность штурмовать Гибралтар с воздуха. Ну, например, с помощью войск, которые поднимает та же сила, что поднимает искры. И тут другая искра мелькнула у него в сознание. Он тут же наспех смастерил опытный образец подъемного устройства – небольшую коробку метр на метр. Обтянул его легкой тканью, скомкал бумагу с отцовской фабрики и поджег под дном коробки. Конструкция сорвалась с подставки и взлетела, а радостный Жозеф помчался к Этьену. После нескольких модернизаций и тестов братья Монгольфье были готовы представить публике свое изобретение. На городской площади Ванане стоял на привязи огромный воздушный шар из мешковины, обтянутый изнутри тремя тонкими слоями бумаги из отцовской фабрики. Оболочка диаметром 11 метров вмещала почти 790 кубометров горячего воздуха, а под ней была привязана корзина с грузом в 200 килограмм. 5 июня 1783 года аэростат братьев Монгольфье поднялся на высоту около 2 километров. Летел примерно 10 минут и плавно опустился в 2 километрах от старта. Опыт прошел успешно, и с тех пор все аэростаты такой конструкции называются Монгольфьерми в честь создателей. Но это все еще не палит человека, не так ли? В те времена люди еще не знали, как полет в верхние воздушные слои может повлиять на человеческий организм. Ну и определенно этого боялись. Поэтому, когда Жозеф и Этьен продолжили свои эксперименты, король Франции Людовик XVI в ответ предложил использовать в качестве подопытных двух осужденных преступников. Но все равно их не жалко. Только вот братья-изобретатели оказались более гуманными. Они решили сначала посадить в корзину овцу, потому что считалось, что овечья физиология схожа с человеческой, а еще петуха из-за того, что эти птицы не летают высоко, и контрольный образец утку. Демонстрацию провели перед глазами Людовика и его супруги Марии Антуанетты. Когда корзина приземлилась, из нее достали живых и невредимых животных. Только петух при посадке повредил крыло. Это означало успех, и теперь можно было смело сажать на воздушный шар людей. Почему именно братья Монгольфье не стали первыми пилотами своего же изобретения, неизвестно. Этьен осмелился подняться на нем только на привязи. Первый свободно непривязанный полет на Монгольфьере 21 ноября все того же 1781 года совершили ученый Пилатер де Розье и аристократ Маркиз Дарланд. Поскольку полет оказался успешным, про него и рассказать особо нечего, кроме того, что давняя мечта человечества осуществилась и человек взлетел. Во Франции началась настоящая воздушно-шаровая лихорадка. Помимо Монгольфье воздушными шарами увлекались и другие господа-изобретатели. Кто-то вообще утверждает, что французы не были первыми. И на самом деле аэростат изобрел за 74 года до них португальский священник Бартоломео де Гусмау. Но у нас нет четких доказательств. Зато мы точно знаем, что через несколько месяцев после первого полета Монгольфье физик Жак Шарль запустил в небо уже свою версию шара, наполненного водородом. Водород – ну да, самый легкий и распространенный элемент во Вселенной. Он состоит только из одного протона и одного электрона. Добывать его легко научились еще в 17 веке. Делать это очень просто. Если полить железные опилки раствором кислоты, то выделяется горючий газ. Это и есть водород. В 1670-х годах ученый Роберт Бойль подробно описал физику газа, в том числе и водорода. Спустя столетия Жак Шарль прочитал то, о чем говорил его английский коллега, и предположил, что водород идеально подойдет для воздухоплавания. Водород легче воздуха в 14,5 раз. Если вес газа внутри воздушного шара меньше веса воздуха, который вытесняет шар, аэростат поднимается вверх. Полет продолжается, пока он не достигнет высоты, на которой плотность воздуха внутри шара и снаружи не сравняются. Вместе с компаньонами Шарль изготовил герметичный газовый мешок. Из полосок прорезиненного красного и белого шелка. Воздушный шарик диаметром 35 метров надували по свинцовым трубам несколько дней, так как газ выходил горячим, а в шаре уже остывал. Чтобы наполнить так называемый Шарльер, ребята вылили почти полтонны кислоты на полтонны железного лома. Ежедневно выпускались бюллетени о ходе надувания. Вокруг постоянно тусовалась огромная толпа зевак. Из-за этого воздушный шар даже пришлось тайно перевести ночью на Марсово поле. Оттуда на следующий день его и запустили в небо. За полетом первого в мире воздушного аэростата из ВИП-секции наблюдал посол Соединенных Штатов Бенджамин Франклин. Тот самый, который наблюдает сегодня за нами со 100 долларов купюр. Воздушный шар летел на север 45 минут и спокойно себе приземлился в 20 километрах от Парижа в деревеньке Ганесс. Здесь его ждала гибель. Перепуганные крестьяне накинулись на шальер с ножами и вилами и уничтожили его. Но первой человеческой жертвой в авиакатастрофе стал тот самый Пилатер Деразье, который по совместительству был и первым успешным воздухоплавателем. Вот так. В июне 85-го года он предложил своему механику, а не перелететь ли нам на воздушном шаре через пролив Ла-Манш. И даже конструкцию предложил собственную. Сочетание Монгольфьера на горячем воздухе и водородного шарльера. Это стало его фатальной ошибкой. Ведь, как мы помним, водород горючий и взрывоопасный. Не успев покинув берегов Франции, шар загорелся, сдулся и рухнул с высоты полкилометра. А пионеры аэронавтики погибли. Трагедия не отвернула людей от использования аэростатов. И Ла-Манш потом все же перелетели. Более того, шарам находили все более обширное применение – военное, разведывательное и пассажирское. А еще воздушные шары очень любили ученые за открытый простор для новых наблюдений и гипотез. А самое странное применение аэростату в 1808 году нашли два уважаемых французских месье, которые решили на воздушных шарах провести дуэль. Месье Грандие и месье Пике случайно выяснили, что у них одна и та же любовница. И решили разобраться друг с другом вот таким необычным аристократическим способом. Выпендриваться так по полной. Мужчины забрались в корзины двух воздушных шаров с опытными пилотами внутри. Поднялись в воздух на 600 метров и начали стреляться. По задумке стрелять должны были по куполам аэростатов. Тот, чей аппарат останется цел, получает мадемуазель. А проигравший стравливает воздух и с позором приземляется. Первым стрелял Пике и промахнулся. А вот Грандие попал, но сразу пошло что-то не по плану. Аэростат его противника начал кувыркаться в воздухе, купол трещал и рвался. Шар месье Пике вошел в пике, рухнул и убил всех, кто находился внутри. А мадемуазель сбежала из города с третьим своим любовником. Но довольно о воздушных шарах. Ведь что такое этот ваш аэростат? Он умеет подниматься только вверх и вниз. А движение по горизонтали происходит исключительно по воле ветра. Куда тот подует, туда шар и полетит. Отправлять в разведку судно, которое может улететь в другую страну, это безумие. Как же научиться управлять этим процессом? Приделать к шару с газом двигатель. Точнее, не все так просто. Форма шара жутко неудобна для того, чтобы разрезать воздух. Поэтому для начала шар нужно сплющить в форме элипсоида. Затем пришить к нему элементы управления. Хвостовое оперение, клапаны для упускания газа и дополнительные баллоны для регулировки давления внутри оболочки. Вместо обычной корзины подвешиваем так называемую гондолу, куда прячем двигатель, приборы и команду. И вот теперь уже крошка аэростат превращается в легендарный огромный воздушный корабль – дирижабль. Если конец 18-го столетия был веком мангольферов, то весь 19-й век люди экспериментировали с конструкцией дирижаблей. Идейный отец дирижаблей, генерал Манье, задумывал все так, чтобы экипаж корабля из 80 человек просто вручную вращал винты, как рабы на галерах в древности. Можно было представить, какая у такого дирижабля была огромная мощность. Но дальше проекта дело не пошло. Первый уже реальный в исполнении дирижабль поднял в воздух изобретатель Андрей Жефар осенью 1852 года. Судно управлялось паровым двигателем, который крутил трехметровый винт. Коллега Жефара из Германии Пауль Генлиент вместо парового использовал газовый двигатель и развил на своем дирижабле скорость аж целых 19 км в час. На велосипеде было ездить быстрее. Тогда все эти стимпановские изобретатели понимали, что паровые и газовые двигатели а – слишком тяжелые, б – слишком слабые. Нужно было что-то полегче и помощнее. Например, двигатель внутреннего сгорания. Или даже еще лучше – электродвигатель. Энтузиазм дирижаблестроений в этот момент перекинулся из родной Франции и охватил всю Западную Европу. Вот для Франции. Один из первых в мире военных дирижаблей с электродвигателем. Вот Альберто Сантос Дюмон облетел на своем судне Эйфелеву башню в 1901. А вот русский дирижабль Альбатрос. Вы же не подумали, что Российская империя осталась в стороне от прогресса? С конца 19 века на вооружении страны стояли воздушные шары и действовал отдельный воздухоплавательный парк. А еще вы наверняка помните такого изобретателя и мечтателя – Константина Циолковского. Он известен прежде всего тем, что заложил теоретическую основу для полетов в космос. Но мало кто знает, что он предложил огромную, даже по современным меркам, модель дирижабля. Около 500 тысяч кубических метров в объеме. И с особенностью у аэростата Циолковского должна была быть цельнометаллическая оболочка. Правда, большую часть дирижаблей для российской армии, к началу Первой мировой, попросту купили у Франции или у Великобритании. Так что, возможно, идею жесткого дирижабля Константин Эдуарович тоже подсмотрел у иностранцев. Потому что примерно в это же время в Россию из Астро-Венгрии приехал инженер-самоучка Давид Шварц. Министерство обороны его родной страны не готово было финансировать его безумную идею дирижабля из новомодного дорогущего на тот момент алюминия. Шварц нашел себе немецкого спонсора и уехал проектировать машину в Россию. Там сразу же начались проблемы. Каркас не надувался и быстро разваливался. По легенде, русский инженер Ковалько подсказал Шварцу, что обшивка не герметична и ей так и так нужен внутри газонепроницаемый баллон. После этого Шварц поспешно покинул Россию, но никто не знает почему. Дальше Шварц и приютил Берлин. И кончилось все снова неудачи из-за перегрузки и ошибок пилотирования. Немецкий спонсор был в ярости. Немецкие военные забили на идею жестких дирижаблей. А сам Шварц вообще не дожил до первого полета своего устройства всего несколько месяцев. А вот кто на эту идею не забил, а наоборот заинтересовался тем, что предлагал Шварц, так это граф Фердинанд фон Цепелин. Наконец-то мы подобрались к Цепелинам. А вы что думали, это второе название для дирижаблей? И да, и нет. Это как Серекс и Памперс, фамилии, которые именами стали нарицательными. Так вот, существует легенда, что Цепелин выкупил чертежи и патент на жесткий дирижабль у вдовы Шварца. То есть якобы не изобрел собственный дирижабль, а просто взял чужое изобретение. Но это не так. Граф Цепелин вел переговоры с одной фирмой о покупке алюминия для своего корабля. Однако у фирмы был контракт на поставку алюминия исключительно для Шварца. Прежде чем поставлять металл графу, фирма должна была договориться с наследником Шварца и освободиться от этого контракта. Пришлось выплатить вдове неустойку, и так родилась легенда, будто Цепелин заплатил не только за металл, но и за документы. В отличие от дирижабля Шварца, Цепелин состоял из поперечных металлических колец и продольных балок. Внутри помещали больше десятка отдельных газовых баллонов с водородом. Сначала баллоны делали из прорезиненного хлопка, но потом решили оторваться по полной. Перед вами сотрудница швейного цеха, который изготавливал мешки для дирижаблей из бычьих кишок. Да, бычьи кишки тонкие, эластичные и не пропускают водород. Идеальный газовый мешок. Только вот кишка имела площадь около 0,1 квадратного метра. Тогда как для одного баллона нужен был материал площадью почти 3000 квадратных метров. Получается, что в среднем для одного баллона нужно было склеить куски примерно из 50 тысяч животных. Преимущество жесткой конструкции было в том, что такие дирижабли могли быть гораздо больше, чем мягкие и полужесткие. Ведь они не зависели от давления внутри одной единственной камеры. А еще такие судна были более быстрыми и грузоподъемными. Первый опытный образец Цепелин ЛЗ-1 был в длину 128 метров. С помощью двух моторов он поднял своего создателя в воздух 2 июля 1900 года. Разогнался до 22 км в час и буквально сразу же чуть не разбился. Через 6 лет второй портотип тоже потерпел неудачу. Граф Цепелин не сдался, учел ошибки в проектировании и в 1906 году поднял в небо ЛЗ-3. И это уже был успех. 8 часов полета и скорость 50 км в час заставили военных обратить внимание на разработки старичка-изобретателя. На Цепелина посыпались госконтракты и пожертвования от гордых за свою нацию горожан. За 15 предвоенных лет немецкая армия обзавелась авиапарком большим, чем у Франции. К началу войны в августе 1914 года компания Цепелин начала строительство первых дирижаблей класса М, которые имели длину 158 метров и могли перевозить 9 тонн грузов и развивать скорость до 84 км в час. Не виданный по тем временам результат. Дирижабли Графа Цепелина стали идеальным оружием для Германии. Каждый аппарат может преодолевать в полете 500 км, подняться на значительную высоту, затеряться в облаках и остаться незамеченным вражеской артиллерии. А значит, его можно не только отправлять в разведку или сопровождение кораблей в море, но и начинить тоннами бомб, послать утюжить ими города. Воздушные бомбардировки Лондона, которые наводили ужас на Британию во время Первой мировой войны, особенно по ночам, это результат Цепелинов. КПД у этих бомбардировок был небольшим. За годы войны Цепелины убили 570 человек и не разрушили ничего особенного. Целью этих налетов было именно напугать и парализовать город. Как защищаться от нападения? Клин нужно вышибать клином, а воздушный корабль отгонять аэростатом. Французы и итальянцы придумали привязывать небольшие, одиночные аэростаты на тонкие тросы и выпускать над городом на расстоянии 100-200 метров друг от друга, как праздничные шарики. Это позволяло огромным Цепелинам опасаться столкновения и катастрофы. Когда британцы окончательно разведали все маршруты немецких самолетов к Лондону, они придумали элегантный способ защиты с помощью аэростатов. Английское фарточное заграждение. Вот оно, полюбуйтесь. В этих стальных паутинах легко запутается что-то маленькое, жужжащее, летающее с пропеллером. А что же это у нас тут такое с пропеллером и жужжит? Неужели самолеты? Да, вот мы добрались и до них. В Первую мировую они уже вовсю летали и на самом деле составляли конкуренцию огромным неповоротным дирижаблям, которые к тому же становились мишенью для обстрелов, когда летели низко, а при попадании мгновенно вспыхивали и взрывались. Граф фон Цепелин умер до окончания войны, поэтому не увидел поражения Германии, а потом ей запретили производить новые военные цепелины и велели отдать те, что уже были. Экипажи некоторых дирижаблей не в силах были выдержать этого позора и сжигали свои корабли, прежде чем их успевали отдать в качестве репараций. Зато мирное применение цепелинов открыло путь к так называемой «золотой эпохе дирижаблей». Им считается промежуток между Первой и Второй мировыми войнами, и главной его особенностью были пассажирские перевозки. Такое практиковали, конечно, и до войны. Первая в мире воздушная пассажирская линия открылась в Германии в 1910 году, соединяла города Фридрисхаффен и Дюссельдорф. И к началу Первой мировой перевезла около 10 тысяч человек. Дирижаблю не нужна взлетно-посадочная полоса, но необходима причальная мачта. С ее помощью корабль швартовался прямо в воздухе, а пассажиры на лифте поднимались на вершину мачты и без всякой страховки карабкались в гондолу. В корпусе располагался ресторан с кухней, салон для отдыха, каюты с душем и туалетом, прогулочные палубы, а в редких случаях даже были алюминиевые рояли и отделанные асбентом комнаты для курения. Путешествие на Цепелине эпохи Золотого века было куда комфортнее даже современных самолетов и пароходов и считалось супербезопасным. Еще одна особенность Золотого века – технологический прорыв в тережаблестроении. Жемчужный этого стал самый крупный на тот момент все тот же LZ под номером 127 и под названием «Граф Цепелин». Вот он, пожалуйста, над Ленинградом. Полюбуйтесь на этого гиганта. 236 метров, 5 моторов «Майбах» с водяным охлаждением общей мощностью 265 лошадиных сил. Для сравнения, вот современный самолет «Аэробус». Глядите, как укрошечный. В 1929 году этот дирижабль регулярно начал перевозить пассажиров туда-сюда через Атлантический океан и в том же году совершил первое в мире кругосветное путешествие. Но даже что-то очень хорошее когда-то кончается. В 1933 году к власти в Германии пришли нацисты, и теперь дирижабли использовали в пропагандистских целях. За два года до этого правительство заказало у компании «Цепелин» еще одну машину – LZ-129 «Гинденбург». Чтобы показать величие нации, Гинденбург сделали еще большим, чем у его предшественник. Вот он в сравнении с «Титаником». Заполнять его должны были инертным гелием. Однако достаточно запасов гелия на тот момент было только у Соединенных Штатов. А те отказались экспортировать этот ценный и дорогой газ. Пришлось наполнить Гинденбург привычным, доступным и дешевым водородом. Это и стало роковой ошибкой. В свой последний трансатлантический перелет Гинденбург отправился 3 мая 1937 года. Он перелетел океан, достиг берегов Нью-Йорка и даже приблизился к Empire State Building, чтобы пассажиры могли помахать посетителям в окнах. Огромная толпа и репортеры встречали Гинденбург около места посадки – на авиабазе Лейкхёрт. Корабль начал снижаться, завис в воздухе на высоте 180 метров и уже выпустил швартовочные канаты. Пассажиры уже высыпались на палубу к окну, как вдруг в хвостовой части проскочила искра. За 15 секунд огромный дирижабль объяло пламенем. Раздался взрыв и спустя полминуты изувеченный металлический каркас Гинденбурга на глазах у зрителей рухнул на землю. Все это попало на кинопленку и вызвало небывалый общественный резонанс. Из 97 человек на борту погибли 13 пассажиров и 22 члена экипажа. Германия резко свернула все пассажирские перевозки, а дирижабли перестали считаться надежным и безопасным видом транспорта. Так начался их закат. А что, если я вам скажу, что крушение Гинденбурга не было самой большой катастрофой на дирижаблях? Самый знаменитый – да, но не самый крупный по числу жертв в мирное время. Вот, например, американский Акрон в 1933 году потерпел крушение в шторме и погубил 73 человека. А вот британские Р-38 и Р-101 – 44 и 48 жертв. Были и другие. Крушения дирижабля не были частым явлением, но вызывали более мощное волнение в обществе, чем крушение самолетов. Примерно так же, как и сейчас. Каждая авиакатастрофа – это целое событие, а ежедневные смерти от автомобильных аварий остаются незамеченными. Пока конструкторы разбирались с причинами катастроф, дирижаблестроение осталось далеко позади стремительно развивающейся авиации. Итак, мы разобрались с аппаратами легче воздуха и поняли, что они довольно неповоротливые и зависят от погодных условий. Для управляемого полета нужно что-то более быстрое, более прочное, более маневренное. Что-то с крыльями. Да, господа Икар и Дедал? Возвращаемся в древность. Мечты о небе привели людей к идее попытаться скопировать полет птиц. Всего-то надо приделать к рукам перья и старательно ими махать. Верно? Нет. Лишь в 1679 году итальянский физик Джозеф Боррелли научно доказал, что человеческие мышцы механически не приспособлены к полету. Считается, что первые летательные аппараты спроектировал Леонардо да Винчи. Но это, конечно, не так. Впервые человек поднялся в воздух в том же Древнем Китае. Вот он, первый полет в истории. Это наследный принц Хуань Тоу, и пилотом он стал не по своей воле. Когда династию его отца свергли, новый император приказал уничтожить всю родню предшественника. Он привезел Юаня к воздушному змею и спустил с высокой башни. Принц выжил, но ему все равно не дали пожить и заморили голодом в тюрьме. Или вот принц Роттера, который используют в вертолете. Тоже был известен уже в Древнем Китае в виде бамбуковой игрушки. Но это все шуточки. А вот кто не шутил, так это Аббас Ибн Фирнес, изобретатель из Андалусии. В 875 году он натянул шелковую ткань на деревянную раму, взобрался на минарет мечети и спрыгнул вниз. Первый планирующий полет закончился частично хорошо. Он продержался на потоках воздуха 10 минут и отделался травмами при приземлении. Правда, его биографию написали спустя 700 лет после его смерти. Поэтому мы не можем точно сказать, было ли это на самом деле. Так, а это у нас что? Витраж с каким-то средневековым монахом. А в руках у него что? Летательная аппарат? Да, это английский монах 11 века. Эльмер Мальмсберийский. В своем полете он также переломал себе обе ноги и на всю жизнь остался хромым. Или вот, например, английский монах-францисканец и философ Роджер Бекон. В своих трудах еще в 1250-х годах он написал первую известную конструкцию «Орнитоптера». Того самого знаменитого аппарата, которую приписывают до Винчи. Как бы там ни было, все это не особо приспособлено для реального полета. Но не будем списывать итальянцу его заслуги. Ведь он и правда послужил вдохновением для будущих авиаконструкторов. Удивительно, что до этого времени никому не приходило в голову попытаться научно обосновать, имеет ли смысл надевать крылья и прыгать с пашем. До тех пор, пока на сцену не вышел Леонардо да Винчи 19 века. Англичанин сэр Джордж Кейли. Его идеи и проекты были настолько прорывными для того времени, что многие из них попросту не реализовались при его жизни. Это был первый в истории человек, который понял основные аэродинамические принципы, силу и механику полета. Кейли догадался, что крылья летающего аппарата нужно сделать выпуклыми, зафиксировать, а элементы подъема, тяги и управления должны быть отделены от них. В 1804 году он приспособил первую модель аэроплана, которая содержала в себе основные элементы самолета, кроме одной – двигателя. А в 1853-м при постоянной помощи своего внука и инженера Томаса Вика он успешно запустил в планирующий полет свой самый знаменитый планер с человеком на борту. Кем был первый в истории современной авиации пилот неизвестно. То ли кучер, то ли лакей, то ли дворецкий, то ли тот самый внук Кейли. Весь 19-й век планирование оставалось единственным способом полета и даже выросло в нечто вроде спорта. Самых громких успехов в этом деле добился немец Ото Лилиенталь. С детства мальчик был очарован птицами и тем, как устроены их крылья. Изучением пернатых он занимался в свободной от работы на собственной фабрике время. Даже написал научный труд и разобрался наконец в вопросе, почему птицы летают. А пока собирал паровые котлы, заодно строгал дерево для своих летающих аппаратов. Ото был болен идеей полета и воплощать мечту ему помогал его младший брат. Лилиенталь был человеком спортивным, целеустремленным и энергичным. Все свои разработки он тестировал сам, бегая по холмам с распростертыми крылатыми машинами в поисках подъемной силы. Он был первым человеком, который совершил около двух тысяч успешных полетов на планерах собственной конструкции. За это его прозвали летающим человеком. А еще он был фотогеничным. Множество его экспериментов впервые в истории попали на фотопленку, а затем и в СМИ. Это дало людям окончательную надежду на то, что человек способен все же летать, как птица. Осталось самое главное – приделать планеру двигатель. Ведь тут, как и с аэростатами, сначала люди научились просто подниматься в воздух, а затем толкать машину вперед. Первые двигатели, которые попытались поднять самолет, были паровыми. В конце своей жизни Отто Лилиенталь тоже экспериментировал с такими штуками, но его страсть его же и погубила. 9 августа 1896 года он вылетел в очередной свой рейс. И его внезапно сбилось с сильным воздушным потоком. Летающий человек не справился с управлением, рухнул с высоты 15 метров и сломал шею. Конечно, он не был первой и уж точно последней жертвой авиакатастрофы. Впереди еще сотни смертей, но перед смертью Отто Лилиенталь, по легенде, сказал своему брату – жертвы неизбежны. Паровые двигатели оказались слишком тяжелыми и не годились. Споры о том, кто первый придумал какую-то технологию, стары как мир. И самолет не исключение. Но здесь есть огромная проблема. Как понять, что конструкция – это уже самолет? Ну, наверное, она должна летать, так? Не совсем. А если машина оторвалась от земли, но не полетела? А если полетела и сразу сломалась? А был ли там пилот? Мог ли он управлять полетом или нет? Сколько метров нужно пролететь, чтобы машина считалась самолетом? Сам аппарат поднялся в воздух или с посторонней помощью? Слишком много параметров и слишком много энтузиастов, которые претендуют на звание первого. Например, в России многие думают, что первый в мире настоящий самолет сделал русский инженер Александр Можайский. Ну, в России, может, и первый. Но вот в мире – спорно. Почему? Да потому что у нас нет документов о ходе испытаний самолета Можайского. Говорят, что он оторвался от земли. Но некоторые ученые считают, что его мощности и летательных характеристик не хватило бы для полноценного полета. По разным источникам, первый полет самолета Можайского с человеком на борту приходится между 1982 и 1985 годами XIX века. Но ведь и до него, в 1874 году, оторвался от земли самолет другого изобретателя – француза Феликса Дю Тампля. А еще самолет Можайского приводил в движение более архаичный паровой двигатель. В 1878 году американский епископ Милтон Райт принес домой для двух своих сыновей Уилбера и Орвела игрушку наподобие вертолета. Дети резвились с летающей штукой, но сломали ее. Пришлось разобраться, как устроена игрушка, и смастерить собственную. Так братья Райт загорелись идеей самолетостроения. Братья Райт работали в своей мастерской, где чинили и продавали людям велосипеды. И пока разбирались с механизмами, почитывали газеты с фотографиями от Талли Лиенталя. На его могучих крыльях. По словам Уилбера и Орвела, именно немецкий летающий человек вдохновил и направил молодых людей на создание своего самолета. Сначала они построили множество планеров без двигателей и испытывали их в аэродинамической трубе. А затем, в начале 20 века, братья без какого-либо технического образования решили добавить к своим аппаратам бензиновый двигатель внутреннего сгорания из их магазина велосипедов. 14 декабря 1903 года Райты подбросили монетку. Право первым забраться в самолет выпало Уилберу. Самолет упал сразу после взлета и немножечко пострадал. Через пять дней после ремонта на место пилота сел уже Орвел. Самолет оторвался от земли на три метра. Пролетел 36 метров и за 12 секунд благополучно сел. Затем братья пролетели по очереди еще немного. Пофотографировались и были счастливы, что их мечта осуществилась. Именно братьям Райты историки приписывают первенство в достижении полноценного пилотируемого полета на аппарате тяжелее воздуха. Человек полноценно шагнул в эру авиации. Первый рекорд по дальности перелета. Первая женщина-пилот Амелия Эрхард. Самолет Туплева, на котором полетит знаменитый Экзупери. Чарльз Линдберг, который первым в мире в одиночку перелетел Атлантику на моноплане Дух Сент-Луиса. А дальше автопилот, реактивный двигатель, авианосцы, Вторая мировая война. Это сейчас для нас многочасовой перелет через океан – обычное событие. Это сегодня мы катаемся на воздушных шарах только для того, чтобы устроить своим любимым романтическое свидание. Тогда же это воспринималось как то, что сбылась мечта всего человечества. Но у него не закончились мечты и вызовы. Теперь мы мечтаем о полетах в космос. Но это уже совсем другая история. Всем пока!